Продолжается прием заявок на Всероссийскую премию правительства Российской Федерации «Экспортер года». Подать заявку на участие могут прикамские крупные предприятия, компании малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели. Подробнее о конкурсе поговорим с Яной Никитиной, руководителем Центра поддержки экспорта Пермского края, и Анной Быковой, руководителем Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства региона. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, обращусь к вам. Дайте для начала расскажем подробнее о конкурсе, о том, кто его организует, ну и кто, собственно, может участвовать. Премия «Экспортер года» вообще организована и учреждена правительством Российской Федерации и реализуется в рамках двух национальных проектов. Это проект по международной кооперации экспорту и национальному проекту по развитию малого и среднего предпринимательства. У нас в регионе она курируется двумя ведомствами, Министерством экономического развития и агентством как раз по развитию малого и среднего предпринимательства. И, в общем-то, ее целью является поддержка и продвижение тех успешных практик предпринимателей и крупных компаний, успехов этих бизнесов на внешнеэкономической деятельности. И реализуется она в целях популяризации, в целях усиления как раз несырьевого, неэнергетического экспорта. Если я правильно понимаю, что есть региональный этап, вот, Яна, какие еще тогда этапы есть, если есть региональный? Ну, все верно. Традиционно конкурс проводится, в принципе, в три этапа. То есть это региональный этап, на нем определяются победители среди компаний Пермского края. Далее эти же компании и в том числе другие могут принимать участие в окружном этапе премии. Там определяются победители каждого федерального округа. И уже те, кто занял первые места на окружном этапе, отправляются на федеральный этап данного конкурса. И у нас в Пермском крае прием заявок на региональный этап конкурса до 25 апреля. Можно в формате онлайн прямо сейчас подать заявку. Далее компании могут до 30 июня подавать заявки на окружной этап конкурса. Ну и федеральный этап уже в сентябре-октябре в рамках форума, сделанного в России, будут подводиться итоги. Есть ли какие-то номинации или все соревнуются на определенном одном направлении? Ну, в первую очередь, компании делятся на две категории. То есть это определенные номинации для крупного бизнеса и номинации для компаний малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. Стандартные эти номинации – экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса. Также есть номинации в сфере услуг, в сфере готового продовольствия. Также есть номинация трейдер года. и машиностроения. Это стандартные номинации, но в прошлом году российский экспортный центр дополнительно учредил новые номинации, и это ESG-экспортер, то есть ответственный экологичный экспортер, и также набирающий популярность направление женского предпринимательства. То есть сейчас можно побороться за номинацию лучшая женщина-экспортер. И дополнительно в категории крупного бизнеса есть дополнительная номинация, в которую компании могут в том числе податься, вне зависимости от основной, это номинация «Новая география», то есть когда компания открывает новые рынки, как это сейчас у нас популярно, и для субъектов малого и среднего предпринимательства есть дополнительные номинации «Прорыв года», и есть номинация «Лучший новая, лучший молодой предприниматель». И это действует также в рамках регионального этапа, и на окружном этапе совсем недавно ввели еще одну новую номинацию, потому что рынок растет, наших предпринимателей хотят все больше поощрять. Есть номинация для лучшей компании в сфере электронной торговли, но только для субъектов МСП. Анна, такой сейчас важный вопрос, который у многих в голове. Какой приз, за что борются в таком количестве номинаций и на ряде вот этих этапов? Как уже Яна отметила, у нас по большому счету две группы участников. Это крупные предприятия и субъекты малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия традиционно награждают партнеры конкурса, а вот для субъектов малого и среднего бизнеса мы подготовили призы и подарки, направленные прежде всего на их дальнейшее развитие, как субъектов экспортной деятельности, как компании. И победителям мы оплачиваем часть индивидуального стенда на выставке. Соответственно, если компания у нас в Центре поддержки экспорта есть такая услуга, организация выставки за рубежом, то мы оплатим часть индивидуального стенда победителю этого конкурса. Второе место – это сертификат по обучению, навыкам презентации и ведению переговоров, что тоже абсолютно точно важно в текущих условиях ведения бизнеса. Ну и третье место – это также обучающая программа по интернет-маркетингу, в общем-то, абсолютно в тему и электронной торговли, и продвижению себя через электронные коммуникации. И надо сказать, что награждение регионального этапа мы проведем в рамках Дней пермского бизнеса 23 мая. Всех приглашаем. Яна, на ваш взгляд, вы сказали, что сейчас интерес бизнеса растет, сейчас для них все больше мер поддержки вводятся. Насколько, на ваш взгляд, этот конкурс будет сегодня интересен бизнесу? Насколько экспорт региональный сейчас развивается, и люди готовы принимать участие и развиваться еще дальше по этому направлению? Ну, вы знаете, несмотря на текущую обстановку в мире, у нас объем экспорта вырос по сравнению с предыдущим годом, и на самом деле нам очень приятно, что возросло количество экспортеров, которые входят в реестр экспортеров, которые направляют свою продукцию за рубеж. То есть мы думали, что в некоторых регионах наблюдается снижение количества предпринимателей, у нас же, наоборот, рост. То есть мы помогаем нашим предприятиям качественно выходить на международные рынки. Поэтому я думаю, что в текущей обстановке, тем более с такими достаточно хорошими призами, компаниями, я думаю, что будет очень актуально, потому что мы проводили в начале года конкурс на индивидуальные стенды, у нас было очень много заявок, и сейчас, можно сказать, для компаний тоже второй шанс, чтобы получить такой подарок. Я хотела добавить к словам Яны, что по итогам 2022 года больше 20% тех компаний, которые мы помогли выйти на экспорт, это были впервые, это, по сути, были новички. То есть те, кто впервые вышел на экспорт, и мы охватили более 30 стран географии наших экспортеров, что существенно, на самом деле, выше, чем показатели 2021 года. Вот вы уже обозначили, что это станет шансом, для многих стало шансом в прошлом году. Как воспользоваться им? Где подать заявку? Ну, все заявки у нас подаются в электронном виде. На сайте Центра поддержки экспорта Пермского края есть permedefensexport.ru, есть ссылка на заполнение анкеты, но эта анкета, она также попадает и на окружной этап, поэтому она размещена на сайте Российского экспортного центра в разделе «Экспортер года». То есть заявку можно подать онлайн, итоги регионального этапа, как сказала Анна Андреевна, мы подведем на днях пермского бизнеса, а вот окружной этап, это уже будет известно позднее от сотрудников Российского экспортного центра. Что ж, будем сдать данных по тем, кто подаст заявку, но участие есть, следить за их результатами. Напомню, что сегодня об участии бизнеса региона в СССР, Всероссийской премии правительства Российской Федерации «Экспортер года» мы говорили с Яной Никитиной, руководителем Центра поддержки экспорта Пермского края, и Анной Быковой, руководителем Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Африками. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.